Практически каждое воскресенье нас, несмотря на то, что родители вообще в храме ничего слушать не хотели, но бабушка настойчиво боролась за детей. Соскорбонка стояла тоже много после занятий, стояла соскорбонка, собирала пожертвования. Насколько монастырь пытается помочь людям. Меня зовут монахиня Минадора, я из Святой Елизаветинского монастыря. Родилась я в 80-м году в Пинске, в принципе. Родители не были воцерковленные вообще люди. У меня еще старшая сестра есть, но у меня очень верующие были бабушки. И мамина, и папина мама. Очень верующие люди. Наверное, благодаря им я с детства ходила в храм. Даже помню, у меня одни из самых ранних воспоминаний, как меня бабушка на руках несет. Вот я сижу на руках, а она за руку еще ведет мою сестру в храм идем. Вот такие есть воспоминания. То есть мне еще где-то до трех лет такие. Ну, есть воспоминания. И, в принципе, бабушка водила практически каждое воскресенье нас, Несмотря на то, что родители вообще в храме ничего слушать не хотели, но бабушка настойчиво боролась за детей и водила нас в храм. Мамина мама, так она вообще очень глубоко верующий человек тоже была. Знала все молитвы на память, всю псалтирь на память. То есть там всегда вообще во всей своей жизни она все делала с молитвой. Ну, в деревне жила, например, садится на велосипед, она читает молитву. Даже курицу там убивает, ну, как бы зарубает. Все равно читает перед этим какую-то там про себя, ну, краткую молитву. Ну, когда в храм мы шли, она говорит, даже, например, вот на тебя кодятка дилом, да, в храме. Надо говорить, Господи, если и благодать свою в душу мою, як издевается дым сего курения. То есть на каждое действие, которое проводилось, она все время все делала как-то с молитвой. Я думаю, что самое большое чудо – это когда человек меняется. Ну, вот такое чудо я видела, оно совершилось над моим папой. Он, значит, был, занимал такой поставленный пост на заводе, был там большим начальником. Вот. И он был очень неверующий и вообще против церкви был. Ну, вообще, не знал даже, как перекреститься. У меня сестра венчалась в храме, он даже не захотел в храм заходить, снаружи стоял. Ты ему говорил что-нибудь про Бога, он тебе 10 против еще. И я в какой-то момент сказала, ну, Господи, ну, я тебе отдаю, как бы, занимайся папиным спасением сам, потому что для меня это невозможно, вот, всех можно повлиять, но на моего папу это просто невозможно как-то, его. И вот после того, как я это сказала, Бог начал действовать. И получилось, что у меня папа пришел в монастырь на неделю раньше, чем я. Он, короче, уже был, это были 90-е годы, он был, там были сложности на заводе, он очень психологически, как бы, сложно было, там заставлял ли увольнять, там, под 60% всего персонала, там, ему директор говорит, вот, выполняй, у него так нервы были такие, он, каждый день люди приходили на колени, становились, не увольняй, ну, и он так психовал от этого всего, и он уволился, сидел дома полгода там, ну, выпивал иногда, потом ему звонит его друг, говорит, что ты сидишь дома, приезжай ко мне, я в Подмосковье, там, недалеко, вот, город Серпухов, будешь у меня работать. Я говорю, папа, едь, там же в Серпухове, Божья Матерь, неупиваемая чаша, ты как раз пьешь, говорю, вот, заодно бросишь. Он говорит, еще чего больше мне делать нечего, я говорю, сходи там в монастырь, приложись к иконе, больше мне делать нечего, еще чего, ну, вообще, такие ответы. А у него еще на нервной почве, в этой, вот, таким, сам черной сединой, такие два белых, чисто седые волосы белые на голове были, он даже колы колол, ничего не помогало, два больших таких пятна, чисто белых седых волос было, ну, из-за нервов. Поехал он туда, короче, звонит, куда я попал, оказывается, этот друг в монастыре работает. И, короче, оказалось, что именно в этом Серпуховском монастыре, этот друг работает, он этот, друг этот, устроил там папу моего на работу, там утром молитва, в обед кушали в монастыре, потом опять, после работы опять молитва. Обязательно на исповедь причастие в выходные. Он пошел в воскресенье на исповедь, там ему какой-то старенький священник говорит, «Что это у тебя за два пятна на голове? Иди, помочи, у нас тут чудотворный источник Божьей Матери, помочи эти пятна свои святой водой». Папа бзыкнул что-то, ну, говорит, еще чего, какая дурость там. И в протест этому пошел, всю голову в этот источник засунул. Так у него не то, что два пятна, у него все седые волосы на голове пропали. Представляете? Через две недели он приехал на выходные домой. Мама говорит, я его не узнала. Весь практически черный, как лет двадцать до этого. С сумками полных святой водички, святого маслица. Акафисты на кассетках такие еще были с песнопениями. Папа, который никогда слышать ничего о ничем церковном не хотел, его так впечатлили. Кому нужно чудо, Бог даст и чудо, понимаете, чтобы его как-то вразумить. Вот, наверное, моему папе нужно было чудо. Вот с первого года в университете встретила белых сестер, сестричество. В Минск сюда уже поступать, даже когда еще, наверное, абитуриентка была. Уже познакомилась с белыми сестрами. Ну, в городе стоя там в переходах иногда где-то еще, где-то вот. Ну, просила молиться, чтобы поступить там. Ну, и так как-то познакомилась с сестрами и поступила потом. И почти что с первого года начала, ну, помогать где-то сестрам. Потом поступила в сестричество практически с первого года. Ездила на собрания, приезжала вот, с аскорбонкой стояла тоже много. После занятий стояла с аскорбонкой, собирала пожертвования, в интернат ходила, тут в ваницу. И потом, значит, за эти пять лет учебы, вот монастырь, сестричество, наверное, стали моей вообще семьей. И вот уже пятый год я жила в монастыре, ну, при монастыре, а не в самом монастыре, ну, как бы, где трудники живут. Не с монашествующими сестрами, где трудники. И я сделала на занятия, потому что батюшка сказал, что раз уже начала, у нас университет-то должна закончить. Я как-то так задумывалась, как бы, вот чем бы я хотела заниматься, ну, в жизни. Думаю, ну, языки, ну, понятно, как бы, там, интересно, но не настолько, чтобы, ну, как бы, полностью всю жизнь вот этому посвятить, как бы. Пять лет ездила в Ратамку, занималась верховой ездой, там, ну, как бы, думаю, ну, интересно, но не так, чтобы вот уже полностью, ну, себя, что лошадям, ну, как бы, всю жизнь заниматься тоже, как бы, не то. А уже, ну, вот, монастырь, ну, и сестричество для меня было то, действительно, без чего я вообще жить не могла уже, как бы. И вообще, я вот думала, почему именно вот я пришла только именно в этот монастырь, ну, как бы, я бы, наверное, ни какой-то другой монастырь бы никогда бы не, ну, не ушла бы в монастырь. Потому что, когда я познакомилась еще вот с первых курсов университета с монастырем и начала узнавать то, чем монастырь занимается. И чем больше я, как бы, ну, с ним был, знакомилась, тем больше мне открывалось такое, что, наверное, не видно, как бы, со стороны, как бы, ну, деятельности этого монастыря, как бы, вот. То, что, насколько монастырь пытается помочь людям, интернатам, психиатрической больнице, подворье, все больные, которые в мастерских где-то трудятся. И я понимала, что, ну, вот эта деятельность и вот эта жизнь, в которой живет монастырь, ну, вот это действительно вот этот путь, к которому я бы хотела быть причастной. В Билла в основном бьем в Великий пост, служба начинается в 4 часа, поэтому полчетвертого утра я стучу в Биллу. Ну, вот, прохожусь по коридорам, стучу в это Биллу. Интересно вообще, как к нам оно попало, это Биллу. У нас матушка была такая вдохновленная Афоном и там греческим какое-то одно время и говорит, вот бы нам, вот как на Афоне, вот такое где-то Билла достать. Ну, как в монастырь. А у нас нигде в России, в Беларуси у нас, ну, нет такой традиции особо. Вот колокола, да, они в колокольне стоят высокое, на высоте. И особенность колокольного звона, что он на открытых пространствах, на открытых просторах, очень далеко, может, за 10 километров слышен звон. А если ты, например, стоишь рядом с колокольным и зашел за стенку, ты уже колокольного звона практически не слышишь. А у Билла наоборот. Оно создает еще такое, как эхо, и проникает сквозь, ну, как бы, вот стенки, и еще резонирует, ну, как бы, вот это эхо, повторяющийся, то есть оно увеличивает эффект вот этого боя, который бьется, ну, во много раз. Получается, в горах, когда там кто-то стучит, оно еще многожды отаризонивает где-то от разных гор и всяких там препятствий, ну, звук. И получается очень интересный звук, вот. И его слышно, ты хоть сколько дверей закрой, звук все равно проникает, ну, как бы, в помещение. Ну, и вот поэтому мы хотели вот себе монастырь такой Билла раздобыть, но так как на Афон никто особо там не ехал нигде. Я была однажды где-то в поездке в одном монастыре, ну, и нас повели к одному. А этот монастырь, он относится вообще к Афону. Вот. И там старый был такой игумен, уже старенький, он уже почил, на тот момент он еще был живой, мы, значит, к нему хотели пойти на благословение. Идем такие к нему, и я смотрю, у них, у него недалеко от двери его кельи стоит такое Билла. Ну, мы зашли к нему, там он нас благословил, я говорю, вы не знаете, где можно достать, ну, лучше, они с Грецией связаны, с Афоном, думаю, может, они посоветуют. Я говорю, вы не знаете, где можно достать такое Билла, что нас матушка хочет, ну, как бы в наш монастырь. А он так он на меня смотрит, говорит, говорит, это просто, говорит, промысел какой-то Божий. Говорит, вчера у нас, говорит, истерлась наша старая Билла, мы заказали на Афоне, чтобы нам привезли. И нам почему-то вместо одного-два привезли вчера. И говорит, ну, вот, наверное, второй для вас. И он мне и вручил это Афонское Билло, вот в него я так с тех пор вот и бью. И утром в Великий пост и в понедельник у нас служба начинается в 4 часа, а так в обычные дни начинается в 15.6. Служба на полуношнице, утренние, часы, литургии, ну, и заканчивается где-то к полдевятому, к девяти. У нас завтрак такой свободный, кто хочет, ну, может пойти попить чаю, кто нет, ну, по желанию, как бы, нет официального завтрака такого. Потом сёстры идут в послушание, ну, кто в мастерские идёт, кто в больницу, ну, у кого где послушание, кто убирает храм, кто в трапезной трудится. Потом у нас обед в час дня, сёстры собираются, обедают трапезной с чтением, во время трапезы читается какое-то либо житие, либо поучение какие-то. Вот, потом после трапезы идут на послушание, вот, в 6 часов вечера вечерняя служба, ну, где-то примерно до девяти, ну, до полдевятого, в зависимости, если праздник длиннее служба, дольше. Вот, по субботам так почти до полодиннадцатого. Ну, молитва — это, наверное, такой дар Божий человеку, который Бог даёт, когда видит, что человек отчаянно в нём нуждается, в этом даре. Когда Бог видит, что, ну, без него этот человек, ну, не может, как бы, он просто в какой-то момент для него Бог необходим, и он в нём очень сильно нуждается, и тогда он начинает молиться, ему Бог даёт такой дар. Субтитры сделал DimaTorzok